Коллеги, здравствуйте. Я рада, что наконец-то я доехала до Чебоксар. Действительно, у меня вчера был целый квест по тому, как из Москвы добраться в Чебоксары. Хитрым путем через Нижний Новгород, но все у меня состоялось. Спасибо большое моим коллегам, которые просто сделали все невозможное, чтобы как-то мне помочь. Я работаю с блогерами. Плотная активность 2012 года, когда я работала в РИА Новости. Мы провели первый нефорум блогеров, и он проходил в Москве в конце 2012 года. Это было первое мероприятие большой структуры с блогерами, такое плотное, работы, грубо говоря, бизнеса с блогерами. И мы после того, как провели, получили неоднозначную оценку этого нефорума. Было много критики, много вопросов и недопониманий среди блогеров. И мне сказали, Таня, разберись вот с этим всем, и надо что-то сделать, чтобы блогеры с нами дружили. Я начала этим заниматься, находила разные пути коммуникации и возможности для дружбы с блогерами. И потом уже провели второй большой нефорум блогеров в Новосибирске. Все пожелания, все рекомендации были учтены. Это был один из самых успешных нефорумов, который до сих пор все вспоминают. Потом было еще много нефорумов. И после того, как РИА Новости ликвидировали, я ушла из этого агентства. Но жизнь продолжается, и не форумы теперь проводит МИА Россия сегодня, потому что это их товарный знак, товарный бренд, и блогеров приглашают и приглашают. Я думаю, что вот как раз после того, как большое информационное агентство решилось на такой шаг, собрать 300 блогеров в Москве, это помогло другим представителям бизнеса тоже заниматься и общаться с блогерами. Я долгое время после РИА Новости работала сама и проводила большие образовательные мероприятия для блогеров. Это были вебинары, конференции. И мы, мне кажется, почти всю Россию проехали с блог-турами, начиная от Магадана и заканчивая Калининградом. Я могу сказать, что это был уникальный опыт. И поэтому, мне кажется, этот уникальный опыт меня пригласили применить и в Сбербанке. Мне кажется, это очень большая возможность для всех нас. Я под нами понимаю благосферу, сообщество блогеров, потому что банк большой, 14 территориальных только банков, 330 тысяч сотрудников. Это такой маленький город, в который можно всех наших коллег собрать. Поэтому я сегодня не буду рассказывать о банке, потому что у нас уже есть за три месяца наработанные какие-то примеры, как мы с блогерами начали работать. Я немножечко расскажу про взаимодействие блогеров и бизнеса. Скажите, пожалуйста, здесь есть бизнесмены или представители каких-то компаний? Поднимите руки. Есть, хорошо. А блогеры? Я видела. Есть блогеры. Пиарщики просто сами по себе какие-нибудь фрилансеры. Есть, да? Журналисты? Есть. Хорошо. Если кого-то не назвала, вдруг у вас какая-то уникальная профессия? Нет? Домохозяйки. Домохозяйки тоже хорошо. Я спрашиваю это специально для того, чтобы понять, для кого я буду рассказывать, если что, приводить какие-то примеры. У нас не так много времени, но я постараюсь очень быстро. Если что, в куларах меня тоже можно будет поспрашивать. Я уже сегодня больше двух часов общалась с своими коллегами с территориального банка и на многое пересмотрела свои взгляды. Но благодаря вам я тоже еще буду пересматривать и пересматривать. Так что же, сейчас блоги и блогеры стали большим полноценным каналом для бизнес-коммуникации. И представители бизнеса стали обращать внимание, более пристальное внимание на блогеров, на их продукты и сотрудничество с ними. Потому что что есть у блогера? У блогера есть своя аудитория и большой вес доверия вот этой аудитории к нему. Как сегодня я рассказывала уже, у журналиста есть редакция, есть главный редактор, который говорит, слушайте, вот иди, задай какие-то вопросы, потом напиши такую-то колонку или создай такой сюжет, чтобы там было то, то и то. У блогера есть его внутренняя коммуникация, внутренняя редакция. Он идет и смотрит и пишет так, как ему хочется, так, как ему важно. И поэтому все его читатели, зрители ему доверяют. Потому что это тот самый сосед Вася условный, который учился с ним в школе, он его видел, он живет с ним на одной площадке. И Вася врать-то не будет, Васе можно доверять. Блогеры создают как раз ту самую дополнительную виральность, когда его посты тиражируют, репостят, лайкают. И этот пост все живет и живет. Если сюжет на телеке вышел, он прошел, о нем забыли. Колонка в газете вышла, прочитали газету, порвали, растопили печь. На сайте тоже эта колонка ушла, и дальше никакой истории нет. Блогер может писать о чем угодно. Ну, конечно, сейчас есть у нас уже деление, есть блогеры, travel-блогеры, есть кулинарные, food-блогеры, инстаблогеры тоже хорошо, beauty, fashion, вот это вот все имеется. Но в любом случае блогера можно попросить, и он как-то эту тему, которая вам интересна, встроит в свой контекст. С редакциями сложнее договариваться, потому что, ну, как-то общественно-политическая газета не будет писать о конкурсе красоты мисс Чуваши, к примеру, да? Ну, как-то ему не в тему будет. Опять же, сейчас с появлением множества социальных сетей, множества платформ, возможности блогера распространять свою информацию растет. Теперь появляется и кроссплатформенность, когда он публикует на одной своей площадке пост и расшаривает его в ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбук, а еще делает пост-анонсик в Инстаграме и пишет, а ссылочка в моем профиле, идите и смотрите. Что бизнесу может дать блогер? Он может принести ему новый пользовательский трафик и тот самый долгий информационный шлейф. Когда блогер сходил на пивзавод, вот он написал один пост, выложил в Инстаграме селфи на фоне больших баков с пивом и потом еще через неделю сделал большой фоторепортаж. Экскурсия была неделю назад, а вот он решил написать и все больше привлекает внимание к пивзаводу. Блогер дает лояльность бренду. Вот есть примеры, какие можно приводить. Тот же самый магазин Ламода уже настолько приручил блогеров всякими тестами покупок, еще что-то, которые могут говорить, что только покупают вещи, сумки и обувь только в Ламоде, потому что Ламода крутая, доставка у нее есть по всей России и так далее. Извините за промо. Блоги сейчас входят в топ-5 самых популярных и надежных источников информации. Я, конечно, могу поспорить с этим фактом, но доверяют блогерам больше, чем телевизору и тому самому главному редактору большого информационного агентства. У блогеров, конечно, есть свой личный контекст, и они туда вписывают свои истории, потому что понимают, что нужно аудитории. Если он пишет об автомобилях, то будет рассказывать о запчастях или о том, как он ездит на автомобилях в новых кроссовках от Ламоды, но впишет это в свой контекст и еще разнообразит своими переживаниями и эмоциями, какие они крутые, здоровские, розовые шнурочки на них тоже есть. И поэтому аудитория видит в блогере своего, она ему доверяет и понимает, что, ну, Вася брать не будет. Какие могут быть работы? Это сейчас я про, говорю, наверное, бизнесу больше. Что можно придумать с блогерами? Как их завлечь и увлечь? Тест-драйвы. Те же самые наши коллеги, которые все пять дней ездили, я так понимаю, вы тестировали автомобили Lada Kalina, или что там, Lada Vesta были, в общем, вы их тестировали. Мегафон вам дал мобильную связь, вы ее тоже там тестировали, проводили. Экскурсия, следующая экскурсия на производство, на тракторные заводы, на пивзаводы, на какие-то такие уникальные вещи, на рыбзаводы нас водили, было очень интересно посмотреть. Неформальные встречи, очень интересно, например, пообщаться с первым лицом, с каким-нибудь главным начальником, мэром или крупным предпринимателем, который владеет строительной фирмой, неформально, без толпы журналистов, без толпы журналистов и задать какие-то ему неудобные вопросы. Пусть готовятся. Закрытые встречи, когда вот мы не для всех проводим, а, например, для 10 человек, которые у нас чем-то показались интересными. Блог-конференции. Ну вот сегодня у нас такая конференция, когда мы пригласили, рассказываем и о работе с блогерами, и о том, как можно разные социальные сети и мессенджеры использовать. Блог-тур, мне кажется, это самая популярная история для блогеров, когда собирается группа и едет. Мы с Мариной буквально из одного блок-тура приехали к вам сюда, потому что мои коллеги из Дагестана сделали большой тур в горы, где мы провели три дня в экстремальных условиях. Но это было очень здорово, потому что, ну, я бы сама точно не поехала в Дагестан. Уж слишком это неспокойная территория. И вот мифы о том, что эта территория неспокойная, наши коллеги пытались развенчать и всячески это демонстрировали. Я считаю, что обучение — это тоже очень важная форма работы с блогерами и бизнесу, даже непрофильному бизнесу. Очень важно на это обращать внимание, потому что проводятся конференции отдельно для пиарщиков, отдельно для маркетологов, отдельно там для продажников. А блогерам только сейчас начали уже смотреть как на профессионалов, потому что раньше мы там проводили просто сборы, чтобы понять, что это за сообщество. А сейчас очень важно вычленить и экспертов из блогерской среды, и давать им какие-то новые знания, потому что это очень благодарные люди, им тоже очень важно повышать свою квалификацию и использовать разные новинки и средства. Вот Марина, например, специально для блогтура купила экшн-камеру и теперь монтирует видео. Марина делала просто посты, она профессиональный фотограф, делает на фотоаппарат профессиональный, зеркальный, какие-то красивые фотографии, выкладывает это в Инстаграм. Теперь Марина поняла, что новый тренд — это видео, и надо делать. Там нет толком никаких обучающих материалов, поэтому Марина у своих коллег и друзей-блогеров спрашивает информацию. Я думаю, через полгодика уже Марина сама будет рассказывать, как с экшн-камерой обращаться, монтировать и выкладывать это в Инстаграм. И я думаю, вот прекрасный… я забыла, как вас зовут, кто сделал прекрасный ролик на Ютьюбе с Пушкиным. Это просто бомба, мне кажется. Можно показывать и рассказывать. Что еще? Можно просить блогера размещать рекламные баннеры у себя у него в блоге, брендироваться как-то под ваш брендбук и его страницу, там можно и в Facebook, и сам блог. Можно из блогера сделать амбассадора, когда он будет рассказывать на каждом углу и говорить, что я поклонник и амбассадор Лады Весты. Она самая крутая. Вот я проехал по ней там тысячу километров по Чувашии, она не развалилась, а еще даже ого-го проехала, и даже там все работает. И будет ездить на этой Ладе Вести и рассказывать, какая она хорошая и крутая. Очень хорошо, когда вы, как представитель бизнеса, будете предлагать блогеру сделать какой-то спецпроект. Мне кажется, ваш Пушкин Чуваший как раз такой большой спецпроект, куда вы вписали и банк, и автомобили, и заправки. Главное посмотреть, как это можно сделать, в какую форму подачи. Это будет большой лонгрид, это будут куски видео на YouTube, которые вы вмонтируете еще в большой лонгрид. Там, я видела, был сайт пушкинчуваший.рф, и там можно очень много всего делать. Что для бизнеса еще важно? Чтобы блогер как можно больше распространил свой контент по всем площадкам в соцсетях, на блогерских площадках. И будет очень важно. В блогерах представители бизнеса видят экспертов. Вот, например, я не зря пригласила и Макса, и Марину, потому что они уже доросли до уровня экспертов и могут рассказывать про то, как в Инстаграме продвигать себя и свой аккаунт, как можно сделать в Телеграме бота или канал, да, Макс? Чтобы себя продвинуть и свои знания. Тот самый качественный контент, который делает блогер, тоже интересен бизнесу. Если вы делаете просто копипаст и воруете контент, не очень хорошо, или, например, официальный пресс-релиз взяли нашего банка, выставили, ну, неинтересно, и там никто не придет обсуждать, и ничего хорошего не напишет. Или сделали фоточку размытую, как-то там кривенько, написали, там, я на конференции, но никто не придет и не полайкает ее даже. Но, опять же, личные качества блогера тоже вознажены бизнесу, чтобы человек слышал вас, слышал ваши запросы, как можно больше был лояльным и понимающим. Например, если мы говорим, мы едем в горы, это экстрим, пожалуйста, оденьтесь уместно. А блогер одевает шелковое платье и говорит, ой, я в горы не полезу. Человек знал, что это будут горы, что это будет сложно и опасно. Если мы говорим, что мы будем ночевать в палатках, тоже важно, чтобы человек был готов. Если мы будем ехать на ладах-вестах, это тоже определенный уровень подготовки и лояльности, что не надо думать о том, что это будет мерседес представительского класса, и вас будут носить на руках. Когда мы ездили на Колумов блок-тур, я сразу говорю, мы едем на Колуму. В октябре там снега по колено, у нас там не будет дорог, мы будем ездить на вахтовках и летать на вертолете. Все понимаете? Все понимают. Это был, правда, экстремальный тур, безумно экстремальный, но безумно красивый. Поэтому смотрите, если блогер говорит, ой, я на этом не поеду, на этом не поеду, вы понимаете, когда он будет диктовать условия, что выхлопа-то особого не будет, если вы ему предложите мерседес представительского класса, экипируете его в правильную одежду, ну, все равно ничего не выйдет из этого, потому что вы больше нервов потратите с ним, лучше взять какого-нибудь не сильно капризного, я вот буду говорить, не сильно капризного, но в то же время адекватного человека. Бывает, вот он блогер хороший, но он хороший только тогда, когда он сидит дома, и себе в уютненький там блогик, он снимает, пишет, обзоры делает, гаджетов какие-то, прекрасно, значит, формат работы с ним другой, вот спецпроекты пусть он пишет обзоры вам, или как-то по-другому, ну, вот в экстремальные туры не надо брать. Что блогеру важно от бизнеса, я так буду периодически на разные стороны баррикадствовать, блогеру очень важно объяснить, чего вы от него хотите, когда вы от него хотите, например, ну, четко это задать, что мы хотим, чтобы ты написал о нашем туре, выпустил 2-3 поста, сделал несколько фотографий с нашими хэштегами «Медиагерой21» в Инстаграме, там в Фейсбуке еще туда эти фотографии транслировал, ну, когда, что, где, сколько и на каких условиях. Важно оговаривать, не бойтесь говорить честно, что сейчас у меня эта история не про деньги, это история про славу, или там сегодня я готов тебе заплатить гонорар, но за очень крутой проект. Тоже хорошо. Картинки будем пропускать, чтобы быстрее, сколько у меня времени-то еще есть. Что блогеру очень важно еще получить? Вы можете блогеру дать тусовку. Вот сегодня мы на тусовке, которая плавно перерастет из вот этого моего монолога в неформальное общение после того, как мои коллеги тоже выступят. Недоступная. Вот мне кажется, чем интереснее и уникальнее место, куда он там хочет попасть, но он не попадет, тоже очень важно. На Колыму я бы точно сама не поехала. И блогеры вы мне, они все поехали на Колыму. Это очень дорого, далеко, холодно, бездорожье. Но когда мы показываем и привлекаем их туда для продвижения территории, тоже хорошо. Или, например, какое-нибудь производство, где делают украшение из янтаря. Оно закрытое, и мы в Калининграде были, нам показывали, как это все можно сделать. Или там, я не была, но я очень хочу попасть на завод, на афинажный завод, где золото отмывают и делают вот эти золотые красивые слитки. Блогеру важно, чтобы образование было совмещено с развлечением. Я считаю, что вот нынешнее мероприятие как раз такое. Вы там сделали какие-то красивые фоточки, что-то там, я видела, как-то там наряжались, поели, попили вкусный лимонад. Сейчас сидим, послушаем, а потом еще и пообщаемся и что-нибудь из этого придумаем новое. Подарки, понятно, очень хорошо, адреналин. Мне кажется, в Дагестане мы хапнули адреналина очень много, и мы будем очень долго вспоминать еще о том, как мы лезли в горы и боялись упасть в пропасть. Блогеру очень важно попасть с темой и в свою тему, и с аудиторией. Если заказчик говорит, у меня пивзавод, ой, заказчик говорит, у меня пивзавод, приходи и предлагает это молодой маме кормящей, которой там полугодовалый ребенок. Ну, совсем не попадет заказчик в тему, надо искать какого-нибудь сурового айтишника, который по вечерам пьет из полторашки свое пиво. Избранность. Я считаю, что очень важно бизнесу показывать, что мы зовем именно тебя, потому что ты самый крутой в этой теме или потому что у тебя очень много подписчиков, и мы очень хотим с тобой дружить. Для меня таким фактором избранности и успеха мероприятия является то, что когда после мероприятия или во время мероприятия какой-нибудь блогер пишет своему другу блогеру, который там в туре, например, находится, а почему меня не позвали? Или организатору, а почему меня не позвали, что я там не такой? Это прям успех, когда так пишет. Да, блогеру еще важен заработок и гонорары, когда у бизнеса есть возможность, и он понимает, что он не возьмет ни тусовкой, ни инфотейментом, а у него очень сложный интеллектуальный продукт или гаджет, которому нужно написать прям обзорно, но рассчитывайте на гонорар, который вы готовы заплатить блогеру на каких-то условиях, тоже оговаривайте с ним. Бизнес очень важно знать. Важно знать, что за аудитория, целевая аудитория, как она, эта аудитория пересекается с аудиторией бизнеса, чтобы точно бить в цель. Спектр площадок для блогинга и постинга, какой есть, да, например, у него есть ЖЖ, у него есть YouTube-канал, есть Instagram, есть еще несколько пабликов, которые он администрирует, или он может запостить это ВКонтакте, в Фейсбуке, ну и вообще еще и по друзьям раскидать. Можно спрашивать честно у блогера статистику его всех площадок, охватность и так далее. Вот про трафик как раз. Трафик, я уже перехожу к трафику. И посмотрите, пожалуйста, если представителям бизнеса обращаюсь, посмотрите соотношение рекламных и нерекламных материалов. Когда идет сплошная реклама и заказуха, это сразу видно. Понятно, что блогер заточен как желтые страницы. Он просто фигачит, не переставая. Это уже не блогер, а рекламный дайджест, с которой вы посмотрите, что отклики, лайки к таким постам меньше, и аудитория схлопывается просто, как только блогер начинает просто как из пулемета строчить такие рекламные посты, и не перебивая их какими-нибудь интересными фактами, историями, фотоисториями, не знаю, чем-то интересным, которое может быть полезна его аудитория. Кто такие блогеры? Это такая прекрасная картинка. Дальше идем. Охват, я уже сказала, где можно посмотреть аналитику Live Internet, Live Dune, где рейтинги блогеров есть, и там можно посмотреть, на каком он месте, в той или иной категории, в регионе, в городе, по соцсетям тоже можно смотреть. Там, по-моему, только Фейсбука нет, но Фейсбук вообще сложно отдаёт статистику, и что смотреть. Где можно искать блогеров? Это опять к представителям бизнеса, который тут имеется. Посмотрите списки сообщества, там есть блогеры Рунета, есть блогер Спати, обязательно наверняка есть какое-то городское сообщество, например, в ЖЖ, у Уфы хорошее городское сообщество, наверняка может быть и в Чебоксарах такое есть. Группы в Фейсбуке, паблики в Инстаграме. В Инстаграме, например, во Владивостоке есть хороший паблик, ИГ Владивосток, где почти все блогеры Владивостока туда постят что-то. Сарафанное радио или спросить у коллег, это лучшее. Мы сегодня разговаривали с нашими коллегами из банка, и очень много идей уже накидали, где можно искать блогеров в Чебоксарах или, например, в городе Кирове. Ручной отбор, опять, это личный опыт. Вот если вы видите человека адекватный, или он очень круто пишет, или какой-то крутой блогер, но в жизни не очень адекватный тоже. Про рейтинги сказала. По хэштегам тоже очень можно смотреть. Например, я сегодня зашла по хэштегу в Пушкин Чувашии, и в Инстаграме на многих из вас подписалась. Теперь буду дружить с блогерами из Чувашии как можно больше. Что блогер может предлагать бизнесу? Свою аудиторию в том или ином виде, когда он сам составляет эту статистику, приносит ее и говорит, дорогие мои, у меня 100 тысяч подписчиков в Инстаграме, YouTube-канал, где там, ну, где-то 500 тысяч тоже есть, ну, я еще и в ЖЖ пишу, и у меня в Фейсбуке 5000 подписчиков. Мне кажется, бизнес и зайдет слюной, если такой блогер придет и придет на автозавод и скажет, я пишу про автомобили, путешествую на автомобилях и готов сделать с вами какой-нибудь красивый спецпроект. Качественный контент и какую-то упаковку предложения. Покажите примеры, что вы можете делать, из чего вы можете делать контент. Там, из блог-туров, с пресс-конференцией, с каких-то мероприятий. Показывайте примеры. Это будет очень полезно бизнесу знать, что вы можете и что вы хотите. Блогер может предлагать повышение своей лояльности к бренду. Вот придут к нам, Ян, блогеры еще ваши, и скажут, я уже давно пользуюсь Сбербанком, но я хочу стать вашим другом. Давайте вы мне сделаете красивую карту, мою фотографию на обложке карты напечатаете, я буду вам всем в Инстаграме показывать и рассказывать, какой крутой Сбербанк. Ну это и так. И продажи. Понятно, маленькие и большие интернет-магазины пользуются услугами блогеров и увеличат прямые продажи. Косметика, украшения ручной работы и что-то в этом роде. Что бизнес может предлагать блогерам? Создавать сообщество свое, потому что вы сегодня все сказали, и Наташа подтвердила, что вот мы развиртуализировались и собрались тут все вместе, и там такие события происходят редко, и это всегда какая-то исключительная история, когда вы из своих домов, из своих смартфонов вылезли, и хотя бы сидите здесь со смартфонами, общаетесь даже со своими друзьями, но сидя уже здесь, можно пообщаться. И бизнес может вовлекать и в какие-то постепенные истории, но не вываливать все и сразу, когда говорите, у нас есть 10 автомобилей разных марок, вот мы давайте эти будем использовать, эти вот еще тут трактор изобрели, и самокат. Пробуйте сразу предлагать самокат, потестировать, потом, я сейчас фантазирую, конечно, потом уже можно тракторы попросить, или, например, одного вы просите тестировать самокат, второго трактора, третьего автомобиля. Проводите, опять же, бизнес, проводите партнерские мероприятия. Вот недавний опыт Сбербанка, когда мы на Дальнем Востоке, в рамках Дальневосточного медиасаммита сделали свою площадку и запартнерились с организаторами, сказали, мы будем делать здесь свою площадку, привезем своих спикеров, организаторы были только нам благодарны. Или в Санкт-Петербурге конференция Hello, блогер, которую делает Таня Иванова, мы стали партнерами и сделали, я выступила, и мы сделали крышу блогеров, которая просто стала местом тусовки, но мы получили большой отклик, мы не просили писать ничего о нас, мы нигде не ставили свои хэштеги Сбербанк. Но все было понятно, потому что и оформление было в нашей стилистике, и партнеры, организаторы были очень благодарны нам за такое место тусовки, и мы это все круто сделали. Обязательно общайтесь еще лично с блогерами, которые к вам приходят, или вы хотите понять, что он из себя больше представляет. Что блогерам можно порекомендовать? Пожалуйста, прокачивайте свои знания, умения, развивайтесь. Когда 10 лет назад ЖЖ был просто на пике популярности, там все были, писали, хотели стать тысячниками, то сейчас очень много других площадок появилось. И важно, чтобы вы выходили за пределы своей уютной ЖЖшки. К примеру, сейчас в тренде видео. Пробуйте, снимайте, учитесь писать красивые тексты и грамотные тексты, это тоже вам пригодится. Развивайте оперативность, когда заказчики очень ценят, когда вы были на мероприятии, и тут же в этот день или на следующий день выдали какой-то отчетный пост. Придерживайтесь сроков и договоренностей. Если вы сказали, что вы сделаете два фодорепортажа, один сегодня, второй через неделю, пожалуйста, сделайте это. Разбирайтесь в теме, не будьте поверхностными. Если вас приглашают туда... Можно я опять про пивзавод? Если вас пригласили на пивзавод, вы узнаете схему производства. Если что, прочитайте в Википедии. Если вас позвали в горы, я знаю, что несколько моих коллег-блогеров зашли и посмотрели, что это за село, куда нас повезли, какое-то заброшенное село, сколько там живет человек, чем оно известно и знаменито. Потому что иной раз в турах или на экскурсиях на производство мы не все слышим. Очень важно, чтобы это была не просто картинка, очень красивая. Конечно, она впечатляет, но хочется еще и историю. И не бойтесь спрашивать дополнительный контент, тексты у заказчиков или у представителей бизнеса. Пробуйте договариваться и идите навстречу, потому что не всегда все гладко проходит. Говорите, что не так и как можно вам помочь, если это касается блогеров. И берите на себя ответственность. Если вы сказали, что вы едете, это будет экстремально, вы должны быть морально готовы. Примерно тоже сказала. Если вы понимаете, что вы такой супер-мега популярный, вы уже не справляетесь, ищите агента, который будет вам менеджером, сводить вас с заказчиками, искать вам темы, договариваться о ваших гонорарах, выстраивать ваш календарь, чтобы вы везде были вовремя и не профокапили ничего. Не буду рассказывать про этот кейс, просто тебе идет, можете посмотреть сами. Это наш был первый опыт работы с блогерами. Мы продвигали молодежную карту. Это, не скажу, что он мега успешный, но это был первый опыт Саши Спилберг. И он был, для меня он мне кажется, что успешный, по крайней мере, мы зашли на этот рынок, потому что Сбербанк никогда не работал с блогерами, тем более с молодежной аудиторией. Ну и вот какие-то вещи. Что можно сказать? Что мы попали в свою целевую аудиторию, был очень качественный контакт, потому что мы знали, что Саша Спилберг, та самая девушка, которую читают, смотрят молодые люди до 25, и как могли там, это встроили в ее роли, когда она рассказывала, как она оформляет и ведет свой бумажный дневничок и оплачивает покупки на китайском сайте карты Сбербанк. Да, это было очень дорого, потому что это был продакшен, он не простой продакшен был, она видеоблогер. Это пусть повисит. Я хочу рассказать о небольшом том самом опыте, который банк уже приобрел. Дальневосточный медиа-саммит, где мы были партнерами, вели свою секцию, рассказывали про взаимодействие блогеров и бизнеса. Там были как раз блогеры, там были пиарщики, это были представители бизнеса, там было агентство, которое работает с банком, компания Aviasales, которая торгует, которая является агентом по сбору предложений по билетам. Второе мероприятие, это конференция Hello Blogger, где мы тоже были генеральным партнером и делали большую площадку для тусовок. Ну и вот первый блок-тур в Дагестане, который сам банк организовывал, сам привлекал на территории. Мы там смотрели, как устроен Сбербанк высоко в горах, как можно привлекать людей, как можно людям оказывать сервис в этой республике, и как народ на это реагирует. Ваш проект, Пушкин и Чуваши, тоже особо, мы стали партнерами, и вы помогли нам узнать, где можно рассчитываться безналичным способом и где этого не хватает. Вы стали тест-драйверами, экспертами, показали нам точки для роста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...